В январе этого года численность зарегистрированных безработных увеличилась до 4,5%. А это означает, что сегодня число людей, нашедших работу, увы, не увеличивается. К тому же наши соотечественники возвращаются из-за рубежа, отнюдь не по доброй воле, просто в той же Финляндии и Швеции также сокращается число рабочих мест. Некоторые специалисты вообще называют официальные данные по безработным обманчивыми, поскольку часть состоящих на учете в кассе людей либо уехали на заработки за границу, либо пошли работать неофициально, получая деньги по-черному. Так что ежегодные ярмарки труда остаются реальной помощью, дающих работу. Да и устроиться здесь можно только официально и честно, что в нынешнее время очень важно. По состоянию на 31 января в Харьевском уезде было 9887 зарегистрированных безработных, из них 7 412 жителей Таллина. Действительно, безработица пошла вверх, но это сезонное явление, а это значит, что в скором времени ситуация стабилизируется. А на ярмарке здесь встречается лицом к лицу работодатель и кандидат, что нам кажется полезным. Сегодня на ярмарке было более тысячи предложений по трудоустройству, среди которых и постоянные места и сезонные работы. Многие люди смогли также найти подходящие предложения о работе на время летних каникул. Советы помощи в составлении конкурсных документов можно было получить в уголке карьерного консультирования. Например, есть предложения работы на летний период для учащихся, с частичным графиком работ для пенсионеров и места для людей с особыми потребностями. Ярмарку труда сегодня посетили сотни человек. Многие также искали возможности дополнительного обучения, которых было представлено немало. Местные школы профессионального образования готовы предложить свои услуги не только школьникам, но и взрослым людям, ищущим новое призвание. А зачастую это обучение бесплатное. Всего в этом году запланировано 17 ярмарок труда по всей стране. Сотрудники кассы по безработице обещали, в том числе и через новости Эстонии, информировать о том, где и когда можно будет принять в них участие. Екатерина Прихова, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.